Семейная победа А значит нас ждет захватывающее противостояние, в котором дорога к успеху будет проложена не только улыбками, но и работой на результат. С вами я Андрей Шарков, моя коллега Елизавета Бригеда, мы в экшен-парке Пандориум и в эфире спортивно-развлекательное шоу «Одна на всех». Поприветствуем наших участников семья Карабут. Я занимаюсь музыкой и танцами. Я свою маму вижу, она могла бы стать певицей. Я хочу петь как мама и даже лучше. Мама больше всего любит заниматься фотографиями. Мама моя лучше всех фотографирует. Мне больше всего мама помогает делать уроки. А папа очень редко. Только с трудом его заставляем. Мы любим играть в настольные игры, смотреть фильмы. Папа у меня не строгий, у меня только мама. Мой папа очень много работает за компьютером. Папа не любит просыпаться рано, рано утром. Мы ездим на прогулку в парк. Ещё бывают путешествия даже ездим. Я люблю своих родителей, потому что они мои родные. Я хочу победить, потому что люблю побеждать. Папа приветствуем! Привет! Евгения, скажите, каким лаконичным качеством или характеристикой вы можете описать вашу семью? Дружная. Вы смелые, ребята? Спортивная. Потрясающие участники. Конечно. Ну я уверена, что под вашими словами готовы подписаться и ваши конкуренты. Встречайте, семья Коротковых! Мой идеальный выходной – это воскресенье. Лёва смотрит мультики, потом мы идём все гулять. Приходим домой, обедаем и всё спим. Мы недавно открыли для себя новое место – гора Дива в Семи-Изи. Мы часто любим с семьёй путешествовать на море, в лес. Любим ездить на всякие озёра. Я занимаюсь спортом. Успехи у меня хорошие. Значок ГТО золотой. Моя мама очень добрая. Любит отдыхать и ездить на море. Моя мама – волонтёр. Моя мама очень часто готовит. И моё самое любимое блюдо – шареная кефаль, блинчики и сырники. Мой папа добрый, сильный, отдыхает и любит ездить в бильярдные. Я бы хотел научиться, что я бы играл в бильярд, как мой папа. Наша семья очень подготовлена, настроена, бодрая. И мы готовы победить. Привет! Здрасте, здрасте, здрасте! Ну что, Евгений, признайтесь, вот о чём говорили сейчас буквально за секунду до появления на площадке. Может быть, какой-то девиз или семейную кричалку? Девиз. Какой? Ну вот мы все в зелёном, и у нас девиз «Зелёные вперёд, победа нас зовёт». Круто! Круто, амбициозно и очень ярко! Зелёные бежали, побеждать прибежали. Я надеюсь, что такой же яркий будет и наша сегодняшняя игра. Но перед тем, как вы приступите к основным испытаниям, одно важное условие. Перед вами его воздушество «Лопни шар». Сейчас игрок попробует испытать свою удачу. Или неудача, тут уж как пойдёт. Один дротик, один бросок, один бонус или антибонус. Что получится выбить? Сейчас посмотрим. Удачи! Бросают у нас самые юные участники. Они выбьют или бонус, или штраф. Даётся три попытки для одного попадания. Ну что, кто окажется везунчиком? Да, нет, попал с первой попытки. Минус пять секунд. От итогового времени в третьем конкурсе «Ледяной канатоходец». А Вика-то снайпер. Таблицу умножения в этом же испытании. Детское упорство и находчивость ломают любые преграды и являются залогом успеха победы в нашем первом конкурсе. Но здесь мало быть быстрым. Нужна ловкость и хитрость. Представляем вашему вниманию стартовое испытание «Ниндзя-квест». «Ниндзя-квест» — это полоса препятствий. Ребёнок должен наполнить ведро шариками одного цвета и пройти всю дистанцию. Всего разрешено два падения. Третье — автоматическое снятие с конкурса. Общее время — две минуты. Побеждает тот, кто донесёт до финиша наибольшее количество шариков. И первой на дистанцию выходит Виктория Карабут. Рядом со мной находятся её родители. Юля, Женя, готовы поддерживать? Конечно! Ну всё, Вика, мы желаем тебе удачи. Поехали! Давай! Умничка, давай, мы за тебя болеем! Так, Вика, старайся, старайся! Молодец! Быстрее, быстрее набирай шарики! Умничка! Фиолетового только цвета! Смотрите, как хорошо идёт, хорошо набирать! Быстрее, Вика, Вика, молодец! Больше, больше бери! Вот, молодец! Так, здорово, всё! Там пол ведра точно есть? Пол ведра точно есть! Думаю, смеши! Вы посмотрите, какой темп взяла Вика! Она явно не хочет ограничиваться участием! Пиши и расслабься! Молодец, хорошо, хорошо! Умничка, молодец! Расслабься! Молодец, давайте, давайте! Давай, 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 ещё чуть-чуть! Чуть-чуть, чуть-чуть! Ура! Умничка моя, хорошо прошла, Виктория! Умница, не рассыпала ничего! Конечно! Ну, мне было сложно собирать шарики. А пройти испытания я боялась, чтобы я не упала. Мы обязательно выиграем! Теперь доказывать, что именно он достоин звания настоящего ниндзя будет Даниил Коротков! Это со мной переживают его родители, Лена, Женя! Даня, стартуй! Даня, 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 Даня! Он получил шарики белого цвета. Давай, давай, быстро! Молодец, хорошо идёшь! Молодец, молодец! Очень быстро, молодец! Прямо нагревать! Нагревать, хорошо! Давай, 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 давай! Уууу! Даня, молодец! Торпеда прямо, а! Ууу, дни, давай! Всё, давай, можешь идти! Давайте заметили, что у Дани ведро больше наполнено шариками. Теперь главное их донести и справиться справиться. Всё хорошо! Родители в тебя верят, я в тебя верю! Молодец! Давай, давай, сыночек! Так, хорошо, хорошо! Да, нет, да, нет, да, не аккуратно! О, как уверенно, смотрите, идёт! Молодец, Даня, молодец! Молодец! Ууу! Даня, давай, 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 давай! Молодец, молодец! Ещё, ещё! Ужница, давай, давай! Мич минус, одно падение! Теперь дистанцию надо проходить заново! Даня, молодец! Быстрее! Давай, давай! Уверенными шагами! Так, хорошо, хорошо! Молодец! Даня, давай! Не спеши! Не спеши! Всё супер! Молодец, молодец! Уверенными шагами! Не спеши! Так, молодец! Хорошо, хорошо, идешь. Теперь Ровника нужно пройти. Давай, давай, давай. Чуть-чуть, сыночек. Теперь Ровника нужно пройти. Даня, соберись. Еще одно падение – это автоматическое снятие с конкурса. Снимите. Даня, давай, у тебя последняя попытка. Так, хорошо. Даня, давай, молодец. Мы тебя поддерживаем, мы в тебя верим, у тебя все получится. Даня, вперед. Семен, вперед. Зеленый порву. Так, хорошо. Давай, давай, давай. Сейчас самое главное. Двумя ногами. Двумя ногами. Двумя ногами. Хорошо. Можно было и так. Молодец. Умница, молодец. Самая сложная дистанция – это была посредине зеленые столбы. Но я не мог пройти, я все время падал одной ногой, а потом падал. И так два раза было. Я повторяю, что я выиграю, чтобы семья гордилась мной. В этом конкурсе буквально на зубах вырывают победу Коротковы. Впереди новые испытания. А сейчас семейные роли меняются, и родители будут делать все, чтобы дети и не гордились. Поднимаемся в гору. Скалодром. Участвуют только родители. Сначала на скалодром взбираются мамы. И после нажатия красной кнопки эстафету принимают отцы. Выигрывает тот, кто покажет самое быстрое общее время. Важное уточнение. Если мама сдается, то дистанцию может пройти папа. Но два раза. И за себя, и за нее. Ну что же, наши рвущиеся к победе красной кнопки мамы на исходной. Коробот, готовы? Короботовы, готовы? Готовы? Мамы готовы? На старт. Внимание, марш! Давай, давай, Лена. Вот это болельщики. А мама про меня. Лена, Лена, давай, давай. Молодец. Лена, 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 Лена держит победу в этом конкурсе. Так люди ждут. Мама, мама, мама. Лена, мама. Соперницы достойны друг друга. Идут буквально нога в ногу. Маши. Маши, маши. Молодцы! Видно, что дружные семьи! Мама! 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 Мы в тебя ели! Елена ближе к красной кнопке, как мы видим! Итак, команда зеленых первыми выполняет задания. И пошли у нас дети вместе с мамами. Юля, Вика, жду вас здесь! Лена, Данила, идите ко мне! Идите, давайте поболеемся! Да как тут не спешить, когда соперник идет в таком чемпионском темпе? Юля, болеем! Лена, Лена, смотрим на это! Давайте, Данила! Данила, иди ко мне! Данила, иди сюда! Болейся! Папа! Жень, не спеши! Не спеши, Жень! Любимка из команды Бирюзов. Евгений дотрагивается до кнопки. Давай, Жень, Жень, давай, не спеши! Любимка? Любимка дотрагивается до красной кнопки. Первыми из команды Бирюзов. И Вика уже папу поздравляет. Но Евгений из команды зеленых, Короткова еще продолжает движение. Давай, давай, Женечка, давай! И я думаю, он сделает это. Сделает он упорный, он умеренный. Давай, 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 чуть-чуть! Молодец! Молодец! Поаплодируйте сопернику! Поаплодируйте своему папе! На самом-то деле, не так уж и тяжело, как казалось на первый взгляд. Единственный момент – скользкие руки. Все остальное просто прекрасно. Супер эмоции, адреналин. В общем, все очень круто. Сложно то, что из-за волнения потели руки и скользили пальцы. Очень сложно было зацепиться. Приходилось выбирать, где пошершаве поверхность, чтобы не сорвались руки. Самое главное в этом деле – это неспешность. Спокойно подумать, спокойно понять, куда ставить руку-ногу. Если поспешишь, ну, как говорится о людях, поспешишь. Это тоже для меня первый раз. Просто опора и поддержка семьи, которая болела, которую было слышно, которую ощущал всем телом. Вот дала силы для того, чтобы достичь цели. Во втором конкурсе карабут берут реванш. Они были дружнее и, главное, быстрее коротковых. Участвуют все члены команды. Сначала дистанцию в костюмах сумоистов преодолевают папы. Затем эстафету, поднимаясь по канату, подхватывают мамы. И заканчивают испытания дети. Побеждает тот, кто сделает это быстрее всех. А теперь пришло время собирать не камни, а наши бонусы со штрафами. Впереди самый дорогой конкурс, где вы можете получить сразу три балла. А это значит, что все происходившее до ледяного канатаходца можно забыть. Единственное, семья коротковых стартует с преимуществом. А семья карабут сообща общими усилиями будет вспоминать школьную программу. Ну что, все готовы? Готовы? Да! Погнали! Попадеджуя с Василией! Давайте! Давайте, давайте! Какие воздушные у нас папы! Просто летающие сумоисты! Так быстрее! Папа, давай! Пуса всегда! Попадедя отдыхает с оперы и передает дет корпус детству нам! Давай,aved! Пина, crucial!" Папа, мама, немного беги, дети! Давай! Хватаю плюшку! Скорее! Поехали! Пять! Пять! Мама, сейчас добежит! Давай! Я не слышу! Умница! Какой молодец! Как быстро поднимается Четыре на пять! Молодец! Давай, кнопку, кнопку! Молодец, молодец! И финиширует, Нила Лёна! И передаёт к статисту Викторию! Ура! Давай, давай, давай! Давай, Даня, иди сюда, быстрее! Королевский финиш, Даня! Витя, мы за тебя болеем! Мы за поддерживаем! Мы за тебя верим! Вика, Вика, Вика! Давай, давай, давай! Поддерживайте! Дочь ваша бежит! Поддерживайте! Громче! Вика, давай! Надо говорить, что любит! Ты умничка! Давай, давай, давай! Молодец! 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 Ура! Как говорится, со слезами на глазах! У нас, Вика, наверное, действует со слезами! Не расстраивайся! Не расстраивайся в главном участке! Там такой пропеллер, Даня, что, наоборот, скорости добавлял! Поэтому справился, ну, получилось легко! Получилось всё, всё было хорошо! Всё было здорово, да! Главное – участие! Мы, как бы, можно сказать, за победой не пришли! Мы поучаствовать больше хотели! Всё было отлично! Эмоции получили через край! Тебе понравилось? Здорово! Ещё бы хотела в таком участвовать? В решающем третьем испытании Коротковы были вне конкуренции! Именно семья Коротковых по итогам всех конкурсов оказалась удачливее и собраннее своих соперников! Заслуженная победа с общим счётом 4-1! Сегодня вы видели всё – радость, горечь поражения и, конечно же, эмоции! Сегодня быстрее, выше и сильнее была команда семьи Коротковых! Я вас поздравляю! Спасибо! Ну и я не могу сказать проигравшими о семье Коробут! Ведь именно вы проявили взаимовыручку, отваду, смелость! Вы были примером для наших телезрителей! Поэтому давайте поаплодируем и нашим замечательным участникам также! Это было... Семейное, спортивное, развлекательное шоу! Одна на всех! До встречи через неделю! Через неделю! Пока-пока! Замечательный такой был конкурс! Мне всё очень понравилось! На самом-то деле больше переживаешь! Единственный момент – то, что руки потеют, нервничаешь! Но, тем не менее, как бы даже очень легко! Супер! Мне понравилось! У нас изначально был такой настрой, как бы принять участие, даже не победить! Но благодаря сыну, вот он у нас просто... Мама, давай! Папа, давай, давай, давай! Вот с его поддержкой, с нашей, как бы общей, скажем, такой целью! И мы, собственно, и пришли в этом конкурсе к победе! Ну, я ожидал больше всего от своих родителей, но я не ожидал от того, что соперники окажутся такими сильными и впервые залезут в нас, на скалодроме! Быть дружными, не отчаиваться, даже если проиграл, вот, потому что победить всегда можно! И очень ценно, на самом-то деле, вот, находить время для дорогих в сердце людей! Вот, как раз-таки, конкурс очень сильно сплочает, как раз, близких людей, потому что у каждого работа, учеба, школа и так далее! Ну, вот, побольше бы таких мероприятий, в самом деле, ну, здорово, ребят! Вот, спасибо большое! Прежде всего, наверное, взаимовыручки научила, вот, мы очень переживали друг за друга, очень помогали друг другу советами, вот, может быть, не всегда мы правильно, там, понимали задачи тех или иных конкурсов, но в общем виде это научило нас, вот, взаимопомощь! Нам нужна была победа! Самое главное, не расстраиваться из-за небольших неудач, потому что, ну, тут два варианта, либо ты побеждаешь, либо проигрываешь, поэтому воспринимать это прям очень близко к сердцу, я думаю, что не стоит, а вот воспринимать это как общую сплоченную задачу, это, конечно, интересно!